петербург пушкина достоевского некрасова известные туристические маршруты но в этом городе какое-то время жил и другой не менее известный литератор михаил лермонтов и несмотря на то что с той поры прошло почти что 200 лет некоторые адреса помнит о нем до сих пор общей сложности лермонтов прожил в петербурге около семи лет светское общество поначалу конечно же его не приняла но когда он становится известным поэтом все его стали приглашать к себе в салоны на баллы в середине 19 века улица чайковского носила другое название сергиевская в двухэтажном доме под номером 20 который стоял на месте этих более поздних зданий он снял квартиру для своей любимой бабушки лермонтов именно в это время оказался центре светской жизни петербурга и как он писал я целый месяц был в моде он создает демона новую редакцию он активно печатается в отечественных записках он печатает свой единственный роман герой нашего времени перекресток литейного проспекта и улице чайковского михайловская военная артиллерийская академия сегодня в 30-х годах 19 века военная комендатура или гауптвахта лермонтов был помещен сюда после дуэли сыном французского посла эрнестом д баран там дуэль состоялась на парголовской дороге за черной речки 18 февраля эрнест де баран промахнулся михаил юрьевич же выстрелил воздух но а михаил юрьевич здесь не унывал написал стихотворение журналист писатель и читатель и читал гофмана гагаринская улица и во времена лермонтова она была тоже гагаринская название никак не связано с именем первого космонавта улица начиналась от одноименной пристани на неве это наверное самый дорогой дом потому что он сохранился неперестроенным и здесь находился известный салон карамзиных здесь проживали вдова николай михалыча карамзина и дочь и михаил юрич лермонтов познакомился с ними в 1838 году и часто бывал здесь запросто без приглашения это был один из тех литературных салонов в котором говорили на русском языке и не играли на крупные деньги в карты и именно из квартиры карамзиных михаил юрич два раза уезжал на кавказ глядя через окно на летний сад он напишет тучки небесные вечные странники степью лазурную цепью жемчужную мчитесь вы будто как я же изгнанники с милого севера в сторону южную не изменила своего названия и дворцовая набережная в здании под номером 30 был дворец воронцовых дашковых здесь давали самые прекрасные балы на которые съезжался весь свет петербурга в том числе и императорская фамилия вереницы из карет медленно продвигались чтобы попасть на бал хозяйка дворца александра кирилловна пригласила его к себе и когда лермонтов приехал то на бал внезапно пришла царская семья михаил палыч был недоволен присутствием ссыльного поэта и поставил ему на вид и для того чтобы не разгорелся скандал а хозяйка дворца александра кирилловна тайно вывела поэта после этого он уехал на кавказ и уже не вернулся к сожалению время стирает все и вслед за яркой личностью постепенно уходит антураж лермонтов прошел всего лишь 26 лет но оставил в русской литературе после себя такой след что мы до сих пор называем его по имени отчества михаил юрьевич а заодно ищем и находим места его пребывание петербурга